Сегодня в календаре интересная дата, день ручного письма. Библиотеки для детей и юношества имени Грина решили отпраздновать его, устроив для школьников урок правописания. Как правильно держать перо и не поставить кляксу, расскажет Юлия Шалаева. Вот видите, вот как нужно правильно держать ручку. Библиотекарь Надежда Алексеевна сегодня в непривычной для себя роли – учителя по правописанию. Своим ученикам она рассказывает, что когда еще не было шариковых ручек, буквы на бумаге появлялись именно так – с помощью пера и чернил. Существовали и определенные эталоны письма. Буква начиналась с завитка и имела небольшой наклон. Современные школьники с большим интересом отнеслись к этому занятию. И несмотря на то, что в кабинете стоял компьютер, большинство предпочли выводить буквы пером. Приходилось для насчастья писать один раз во время экскурсии с классом. Это я помню, я запомнила. Где-то это в прошлом году было. А это второй раз. И я так счастлив. Потому что эти перевые ручки, я вижу, только второй раз в своей жизни. Как признался Савва, пока у него не все получается. Буквы немного скачут, но пообещал, что будет тренироваться дома. Возможно, в этом ему поможет одноклассница Варя. Она написала свой текст аккуратно, почти как на образце. Ну, молодец. Можно сказать, что справилась. Но пятерку я пока тебе не могу поставить. Будем считать, что это твоя первая проба. Да? Придешь еще писать? На уроке школьники познакомились и со старославянской азбукой, а также и с историей самого письма. Многие после урока спрашивали, где можно купить перьевую ручку и чернила. Столь высокий интерес детей к эпистолярному жанру дает надежду, что в будущем традиция писать письма и открытки все-таки не канет в лету. Юлия Шалаева, Вячеслав Голиков, Вести, Киров.